Мипипи, мипирим, пирим, 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 мипирим, пирим, мипирим, пирим, мипирим, 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 мипирим. Здравствуйте, я по объявлению звоню. А Xbox еще не продали. А торг будет? Хорошо, выезжаю. всем фальфацок алиман джури добро пожаловать на канал playtime.ru меня зовут альберт поехали многие наверное из вас покупали или хотя бы задумывались о покупке бушного xbox на каких-нибудь сайтах либо барахолках либо на вид недавно я своему ребенку приобрел пиксбокс 360 на 250 гигабайт двумя геймпадами с кинектом да еще самое главное по очень низкой цене вы ради интереса можете поставить видео на паузу в комментариях написать угадав сколько же я бабла за него отвалил ну а мы давайте с вами переместимся в наш обзорный столик и посмотрим наш xbox и так я решил разобрать и почистить геймпад белого цвета который был в ужас внешнем состоянии был такое впечатление как будто его сдавали в аренду или он был в каком-нибудь игровом клубе резиновой прокладки и сама плата в хорошем состоянии требовал замену только стиков так как резинки уже были порваны после чистки десятислойной грязи жира вот геймпад стал выглядеть практически как новый после я решил привести в порядок сам сам сортина это корпус у него из марка глянцевого пластика многочисленные отпечатки пальцы царапины потертости видно невооруженным глазом все это дело протерли тряпочкой применяя средства для стекла стекла камень чистил с помощью ватной палочки и специальной жидкости для чистки плата так как средств для стекла просто напросто не справлялся ну вот мы добрались до самого главного наш из бокс пластик у него к сожалению стал и и тем более там все и гляньте решил я его тоже полностью разобрать смотри что внутри а Субтитры сделал DimaTorzok На консоли был установлен фрибут, использовался постфикс, я уже давно таким не пользовался, разобрал кулер для того, чтобы он можно было почистить от пыли лопасти, поменял термопасту, так как старая была уже каменная и высохшая. Вот такой вот аппарат у меня получился. Можно сказать, что я недоволен покупкой? Да нет, даже очень доволен. За такие деньги ребенку попрыгать перед телевизором с кинектом, ну это милое дело, ребята. Да и тем более приобрел я этот комплект всего лишь за 5000 рублей. Пару советов для тех, кто хочет приобрести подобную халяву. Во-первых, не покупайте на улице. Во-вторых, не покупайте где-нибудь в переходах. В-третьих, не покупайте где-нибудь в подъезде. В-четвертых, не покупайте где-нибудь на поле. В-пятых, ну уж тем более, не покупайте где-нибудь в лесу. Если же вам удастся найти игровую приставку по привлекательной цене, рекомендую это делать у хозяина дома. Даже не у себя, а именно у него дома. Подключив его, проверив досконально, все ли работает, все ли держит. Бывает такое, что даже Xbox, либо PlayStation, без разницы, любая игровая приставка может отключиться не сразу, а через Min5, через 10. А еще лучше, зовите лучше с собой друга, у которого уже есть такая приставка, и которая уже более-менее в чем-то шарит. Ну а я на этом заканчиваю, ребята, свой обзор. Подписывайтесь, кто не подписался, дальше будет очень интересно. С вами был Альберт, это был канал Playtime.ru, всем фарфацок Алиманчжури, до скорых встреч, пока.